Не представлял раньше, что можно ожидать от угля. Просто от угля. Оказывается целый ряд плюсов. Я сейчас рисую на формате А2, и это потрясающе. Это два формата А3. Это четыре формата А4. Но заполняется этот листик рисунком быстро. Эффект графичности обалденный. Возможность делать недосказанность и детализацию впечатления очень большая. Мои наработанные фишки с пером и тушью переносятся на эту технику прямо как родные. Из минусов палочка угля легко ломается. Я еще не купил, не подобрал закрепитель. Но как шикарно это лежит на большом листе. Я сижу, думаю, почему я не пробовал этого раньше. Уроки, как обычно, в шапке просят. Маленький скетчбук. Симпатичный орнамент. Мои эксперименты с углем. Вот этой штукой рисовал. Десять таких палочек. Ценник на них вот такой. Дают такие стильные виды. Та-ды-дын. Та-ды-дын. Прям балдеж-балдеж-балдеж. Как не посмотри роскошь. А все в таком маленьком скетчбуке, да. И потом немного грязные. И сами палочки ломаются прямо в лед. Еще не знаю, чем закреплять мне эту радость. Вернее, знаю, но эксперимент не провел. Лак пока не купил. Сразу сделал урок на моем бусте-сервисе. Вот здесь, с видосом на 10 минут. С картинками вот с такими симпатичными, с ракурсами. И с возможностью их скачать в высоком качестве. Та-ды-ды. А, кстати, результат прошлого урока. Вот он. Листик формата А2. Серьезно. Море просто роскоши от угля. Круто. А что позволяет проекты фигачить быстро просто хорошо? А вот он. Проектный скетчбук. Посмотрим на примере. Дык. Нужно нарисовать идею проекта, а есть только линер. Ай-яй-яй, что же делать? У меня задача нарисовать проекты Коностаса Храма. Пробую нарисовать микрозарисовку. Пробую нарисовать зарисовку чуть побольше. Запутываясь в размерах и соотношениях. Рисую историю чуть побольше, но не туда. Не туда, хоть и местами симпатично. Казалось бы, все сходится, но нет. Но нет. Но нет. Момент отчаяния. Но чуть-чуть преодоление себя, и начинается развиваться симпатичная история. Приходит понимание пропорциональных соотношений. Все начинает работать с фигурой человека. Безебу заполняю вот такой мелкой крошкой. В целом смотрится неплохо. Но нет. Но я не сдаюсь и делаю еще подходы. Да. Все становится симпатичнее. Результат устраивает. Что, что, что нужно сделать, чтобы пилить такую графику? Чтобы не рисовать, а именно пилить. Фигачить в промышленных масштабах. Что нужно сделать? Чтобы без всякой этой фигни, творчества, вдохновения, все эти ми-ми-ми... Надо быть жестким, да. Взял перо, звездочка советская. Взял себя за шкирку, оторвал жопу от дивана. Чернилки взял, дым, или такие, или такие, как ты хочешь. Перо в руку взял именно вот так. Тыг-дык, тыг-дык. Варьируешь. Локоть всегда на столе. И пошел отрабатывать базу. Такие маленькие завитушки, такие маленькие тенюшки, такие маленькие штрешочки. Миллион раз базу отработал. Намного больше, чем необходимо для результата. Берешь простые формы и фигачишь. Вся эта роскошь состоит из простых форм. Как бы интенсивно нарисованное оно ни казалось. Старея берешь маленькие элементы и фигачишь их отдельно. Потом научившись, складываешь большую картинку. Я сам так делал, работает зашибись. Уроки в шапке профиля. Подписывайся. Как делать такие большие симпатичные рисуночки, чтобы вот так прям завитушки от души и размера хорошего. И чтоб стильно выглядело. И чтоб так на стенку сразу. Теперь я убираю. Кладем вот эту историю. Это сепия. Старинные материалы. Да, вот такие вот колера. Из этой радости выбираем самый темный, самый черный. И следующие 15 минут делаем вот так. Первое и важное, отрабатываем легкость линии. Второе, легкость и симпатичность движений линии по дуге. Отрабатываем сочетание и спряжение линии друг с другом. Не мельтешим, работаем большими мазками, большими формами. На большом формате работать намного проще, чем на маленьком. В сети не показываем, растирая этот мелок сепию пальцем. Все. Если все сделали правильно, то получается вот такая вот эффектная история. И с другой стороны покажу. Вот она. Большие штуки прям приятно показывать. Обалденный эффект. И вот такой размер в сравнении с человеком. Тык-дык. Тык-дык. Большая, красивая, симпатичная штука. Тун-тун, практикуй. Уроки, ссылка в шапке профиля. Меня зовут Эдуард Кичигин. Чао. Ну, очень быстро проснуться, кофе, выйти на улицу и внезапно встретить подписчиков. Как круто, когда узнают. Да, да, да. И говорят, типа, идешь и типа, классные скетчи. Да, классные скетчи. Ну, супер довольные, заряженные. Ждешь дальше, садишься рядом с Нарскими воротами, выкладываешь бумажки, немножко угля и дальше что-то. Первое рисование на натуре этой весны. Первый планер. И получается все не очень хорошо. Нарские ворота не влезают в формат А4. Влезла только их маленькая часть. Ну, не маленькая половинка, но детализация не очень сильная. Понимаю, что на следующие планирую нужно брать формат побольше. Завтра выйду из дома с форматом А3. Но больше все меня радует то, что наконец-то пришла весна, браво, можно ходить в пиджаке. Утро. История преодолений, но помогает кофе. Сейчас двину на улицу рисовать, посмотрю, что мне будет снова дать. Вчера был убор, сегодня сепи, и кажется, уже начинает получаться то, что я хочу. Грязи на рисунке все равно очень много. В голову приходит еретическая мысль, не принести ли туда линер. Приношу, детальки выделяются вроде ничего так. В целом не удовлетворен, но главное, что я сделал подход, подход, подход. Еще сделаю и завтра, и послезавтра, и все получится. Все будет моя. Сделал новый урок на своем платном сервисе. Про эффектную работу вот такими вот мягкими материалами. Мой сервис Boosty и вот этот урок. В чем кайф? Крутой эффект. Рисуешь, не понимаешь, что рисуешь, но рисуешь и придумаешь на ходу. И что-то придумаешь, тут же пальцем размазал, и бамс, эффект получился. Сам процесс рисования с начала и до финала, до конца. Ссылка на галерею в Pinterest, где я собираю материалы, по которым учусь. Подробный урок по простым формам. Рассказываю про материал, что я понял о нем уже. Самые простейшие к нему подходы. Чуть-чуть усложненные. И показываю на простой штучке, которую довольно просто повторить. Как можно двигаться в ту историю, которая... Еще ссылка на скачивание работы в высоком качестве. И сами работы вот в таком виде. Тын-тын-тын-тын. Фотография. Тын-тын-тын. Ссылка на мой сервис в шапке профиля. Переходите, подписывайтесь. Сделал новый урок на своем платном сервисе. Про эффектную работу вот такими вот мягкими материалами. Мой сервис Boosty. И вот этот урок. В чем кайф? Крутой эффект. Рисуешь и не понимаешь, что рисуешь. Но рисуешь и придумаешь на ходу. И что-то придумаешь, тут же пальцем размазал. И бамс, эффект получился. Сам процесс рисования. Сначала и до финала. До конца. Ссылка на галерею в Pinterest, где я собираю материалы, по которым учусь. Подробный урок по простым формам. Рассказываю про материал, что я понял о нем уже. Самые простейшие к нему подходы. Чуть-чуть усложненные. И показываю на простой штучке, которую довольно просто повторить. Как можно двигаться по той истории, которая... Еще ссылка на скачивание работы в высоком качестве. И сами работы вот в таком виде. Ссылка на мой сервис в шапке профиля. Переходите, подписывайтесь.